У нас 12-й час, 32 градуса. В такую жару сильно не поработаешь, но что-то надо сделать. Пойду сейчас. Один участок какой-то прибегу в порядок. Хочу почистить вот этот участок. Он уже зарос сорняками. Вот, смотрите, какой был и какой станет. Ну что, сорняки убрала. Еще взрыхлить это все надо. Тут какой еще уход. Этот седум я цветение уже убирала. Теперь надо брать здесь и здесь. На этом буду брать вот так цветонос. Где-то вот так убирать буду, укорачивать. Сейчас сделаю и покажу. Привела в порядок этот участок. Хочу сразу показать вам тыльную сторону. Я делала сегодня вот эту полоску до ели и коника. Этот участок заканчивается этими елями и пихтой. Сорт напишу. Следующими идет ряд гортензий метельчатых. Я вам тоже их показывала. Могу сейчас опять перечислить сорта. Первая, самая ранняя, которая зацвела. Дарума. Этот сорт только начинает свистеть. Лаймлайт. Действительно лайм. По сравнению с другими гортензиями. Цвет лайма. Следующий сорт. Название напишу, чтобы не ошибиться. Большие шапки. Тут уже полное цветение. Ветки после полива наклонились. Шапки очень большие. Еще один сорт. Это небольшая гортензия метельчатая. Сандэй фрайс. Насколько я помню. Такие салатовые кончики. Они набитые шапки. Очень красивый сорт. Дальше у меня идет ряд спиреи разного возраста. Есть два кустика. Больших и два маленьких. Были они в стрижке. После стрижки. После цветения была стрижка. Вот так. Они сейчас выглядят. Красивые пошли листочки. Сидят они между хвойными растениями. Это пихта. Она еще молоденькая. Сосна. И ель. Все уже показывала. Не буду писать карты. За этим рядом у меня тут елочки. Подушковидные. Альберта Глоба. Вот они. Четыре штуки здесь. Они маленькие. Были посажены недавно. Я их забрала из горшков. Потому что там мне не нравилось, как они развиваются. Но вот пока это место такое пустоватое. Еще один ряд показываю отсюда. Здесь пионы и топионы. Два взрослых куста с края. И посередине корень, который я приобрела весной. И посадила его сюда. Вот он уже с такими листьями. Эти пионы декоративны весь сезон. Листва у них не жухнет, не падает. Вот такими кустиками они и растут. Но в этом же ряду у меня посажено. Такое хвойное растение. Напишу название. Давно сидит. Медленно растет. Очень интересная хвоя. И такая кракозябра будет. Ну и вот здесь еще ряд был посажен. Хоризонтемы. Хоризонтемы мультифлора. Были посажены в прошлом году. Осенью их пересадилась сюда. Вот уже вот такие шарики. Кстати, очень симпатично смотрятся. Они здесь идут как замещение. Пионам. Пионы отцветают. Вот они там уже скрылись. И вырастают хоризонтемы. Это мой первый опыт. Мне очень нравится. Очень прикольно так смотрится. Это все красиво. Ждем уже цветение хоризонтем в этой части. Сейчас декоративность придают гортензии. Раньше были пионы. А теперь будут хоризонтемы. Что еще у меня здесь в этом ряду? У меня такая елочка. Мариана Нана. Я про нее рассказывала. Она каждый раз сбрасывает одну веточку. Почему-то что-то ей не нравится. Срезаю каждый сезон веточку. И вот смотрите. У нее сейчас идут приросты. Я раньше думала, что риэли дают приросты. Только весной нет. Они весь сезон дают приросты. Глобуза слилась с хоризонтемами. Вообще прикольно смотрится. Смотрите, как они обнимаются. Очень мне нравится. И туя Ани, которую я спасала от вот такого безобразия внутри. Был этот шарик. Но после зимы она вышла ужасная. Просто я ее подстригла. И вот смотрите, как она теперь великолепно выглядит. В общем, хотела я ее уже убирать из своего сада. Но, наверное, поборемся еще. Что у меня тут еще? Смотрите. Это я купила в этом сезоне калы. Найду название, напишу. Вот они. Красавчики. Очень красиво смотрятся. Сейчас зацвели. Вообще мне очень калы понравились. Единственное, что их надо убирать на зимовку в подвал. Отсюда буду пересаживать в кашпо. И будет зимовать в подвале. Ну, великолепное растение. Прям цитение. Обильное. Здесь у меня седом. Тут седом я вот подстригла, убрала. Все цветы укоротила. Правильно сделала, потому что там очень много было слизней и улиток. Здесь тоже убрала цветение. И у нас здесь такой уголок. Вот этот. Вот так тоже подстригла. Все немножко укоротила. Этот не трогала, потому что я его уже приводила в порядок. Ну, и вот тут убрала все сорняки. Это у нас полив. Никакого не задекорируешь. Можно было, конечно, еще растюшку какую-то посадить, но обслуживать надо. А вот молодила. Молодила. Это арабис. Тоже подстригла его. Он разлохматился. Вот такой арабис. Вот такой арабис. Молодила. Огоумные. Сидум показывала. Камнеломка. Тоже арабис. И вот такой арабис. Регатный. По возможности буду писать сорта. Так. Ну, вот все, что у меня здесь растет. Ну, еще я заодно привела в порядок вот эти два лозона. Они у нас на таких ножках стоят. Кстати, вот эти ножки я сама покрасила. Они были какие-то золотистого цвета. Просто краской. Чтобы в стиле сада было. Тут чабрец. Сидумы. Различные краски. И вот этот чабрец мне очень нравится. Он варигатный. До сих пор цветет. Я не стала здесь обрезать цветы. Ну, газаний. Газаний. Еще надо будет сюда подсадить, чтобы погуще было. У меня есть там, где их взять. Вот такая получилась клумба, когда все чисто, красиво. Между газоном и самим участком у нас такая канавка. Я ее вычищаю тяпочкой. И у нас нет никакого ограничителя. Газон так растет. Он не перемещается сюда, потому что здесь есть канавка. Он не может расползаться. Ну и после каждой стрижки газона мы стараемся эту канавку прочищать. Все. Поработалось сегодня. Слава богу, солнце зашло. За тучки. И как-то, в общем, полегче стало. Вот. Такой участок. Там за гортензиями еще барбарис. Вот красный выглядывает. И сосна пирамидалис. Тоже дает такой яркий акцент. Вот. В целом, вот так все это смотрится. Сейчас подальше отойду. И покажу вам. В сравнении с этим участком. Теперь вот он заросший. Это следующая будет моя работа. Этот выглядит намного теперь аккуратнее. Но еще сегодня муж работал с этой дорожкой. Брусчатка со временем поползла. Появились большие щели. Вот пришлось перекладывать. Сегодня он намешал раствор. И сделал этот участок. Уже давно хотел. Вот. Ну, все на этом. Буду заканчивать. Всем хорошей рабочей недели. У каждого свое поприще, как говорится. Пусть Бог помогает. Пусть все, что хочется, сбудется. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok